Приветствую всех зрителей моего канала, с вами Дваска и сегодня поговорим об одной довольно трудновыполнимой ЛБЗ. Это ЛБЗ на Т-55А на средних танках. Нужно два раза поджечь один танк, один и тот же, либо по одному разу поджечь два разных танка. Со многими игроками общался, у многих это вызывает проблему, многие не знают, на какой технике лучше выполнить это ЛБЗ. Вот в данном видео я выполнил ЛБЗ, и как вы понимаете, я выполнил его на Кромвеле. Что я хочу сказать по поводу того, на какой технике выполнять. Выполнять нужно на технике, которая быстро перезаряжается, то есть быстрое КД. Это либо барабанный танк, там Шкода Т-25, например, там Батчат, либо это скорострелы, как Кромвель. То есть у него перезарядка там 3-4 секунды между выстрелами. Поэтому берем танки быстро перезарядкой и выполняем эту ЛБЗ. Нам важно быстро попасть в одно и то же место. Нам надо попасть в баки, либо в двигатель танк. Естественно, нам при этом нужен быстрый танк, чтобы заходить в борт и расстреливать именно танки с борта, либо с кормы. Иначе мы просто не выполняем это ЛБЗ. Кромвель в данном случае идеально подходит, он быстрый, он маневренный. Единственный его минус, это плохая стабилизация. У него довольно большой круг сведения, и чтобы вам точно выстрелить, вам нужно остановиться, прицелиться и только потом уже стрелять. В данном бою играем на карте Рудники, встречный бой, и я принимаю решение ехать сразу на горку. Там наиболее удобное место для меня, и с моей скоростью я смогу без проблем на нее заехать. Максимум встретив там несколько противников, которые можно будет отстрелить по ходу. Пока на въезде на горку ничего не происходит, я замечаю там вдали японца и КВ-3, и решаю, что вот мои новые цели. Я смогу спокойно в них пострелять, пока меня там из-за кустов не видно, и из-за камней, прикрывающих сбоку. Вижу КВ-3, стреляю ему сначала бою кладку, критую, потом стреляю в бак, первый поджог, он тушится, и сразу же вторым выстрелом стреляю, поджигаю его второй раз. Все, ЛБЗ выполнено. Несмотря на то, что ЛБЗ же выполнено, бой все равно еще не достиг своего конца, и дальше еще будет довольно интересное событие происходить. Поэтому обязательно досмотрите его до конца. А пока я остаюсь на горке, здесь у меня хорошие кусты, здесь у меня камушки, которые меня прячут. И я практически здесь не буду совершать ошибок, и по чужому засвету расстреливать, собственно, врагов, тем самым помогая команде. Для кого эта тактика не знакома, обязательно применяйте ее, вы можете из инвиза расстреливать врагов. Отдельно хотел бы отметить ЛБЗ, если еще на первые два танка ЛБЗ были довольно простые, правда, среди них тоже попадались довольно рандомные. Особенно меня выкашивает ЛБЗ, вот как вот это, поджечь два танка. Также на тяже затаранить танк, при этом нанести ему больше урона. У меня получилось это сделать, я выложу видео с данной ЛБЗ, это просто смех. Как у меня получилось это ЛБЗ, реально, ребята, будете ржать. Я сам просто, меня улыбнуло, когда я его выполнил. Это настолько тебе должно повезти, чтобы выполнить это ЛБЗ. Я не знаю, для чего разрабы это делают, чтобы мы страдали, я не знаю, наверное, игроки. Подольше мы играли в эти танки, наверное, для этого, чтобы мы были заинтересованы. Вот я, например, я сейчас не заморачиваюсь по поводу этих ЛБЗ вообще. Вот получился ЛБЗ, отлично. Я практически не вспоминаю про эти задания, которые там указываются, пишутся в этих ЛБЗ. И рекомендую вам то же самое. Не заморачивайтесь, забейте на эти ЛБЗ, выполняйте их случайным образом. У меня, видели, внизу стоит подсказка, какая ЛБЗ сейчас, какое задание. Вот это самое лучшее. Поставьте эту подсказку, чтобы она у вас была. И если есть возможность, вы прочитали, оп, вспомнили, все, выполнил ЛБЗ, все классно. А я пожелаю вам удачи на полях сражений, удачи вам в выполнении ЛБЗ, чтобы вам везло как можно чаще. В конце посмотрите итоги боя. Кто не подписался, обязательно подпишитесь на мой канал. Буду выкладывать обязательно еще много хороших, интересных видео. Всем спасибо, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok